Сделайте свой отдых и профессиональные будни максимально комфортными и безопасными. Магазин спецодежда предлагает отличный выбор одежды, качественной спецобуви и средств индивидуальной защиты. Маскировочные костюмы для рыбалки, охоты и товары, которые сделают ваш отдых приятным и удобным. Магира, как несложно догадаться, получила свою кличку из-за угольного цвета шерсти и грации, присущей персонажу Маугли. Угольно-черную красавицу не вышвырнули за дверь, как большинство других подопечных. С ней хозяева расставались вынуждены. Несколько дней назад позвонила женщина, что вот они взяли ребенку, котенка. Ну, впоследствии выявилось, что у ребенка аллергия. Обычная история такая, часто бывает. И, значит, я говорю, ну, места как раз освободились, привозите. Уж лучше к нам, чем потом где-то нам на улице окажется или в подъезде. Так эта Багира у нас появилась. Изначально ее Луна звали, но вот что-то решали, что это имя ей не подходит. Пусть будет новая жизнь, новое имя Багира. Багиря явно тесна в металлической клетке. Она не может сидеть на месте и постоянно требует обратить на нее внимание и выпустить на волю. Это говорит о том, что черная красавица свободно гуляла по квартире и пользовалась вниманием хозяев. Но воля и судьба оказалась здесь. Мяуканье Багира сопровождается другим, тоненьким голоском. Двухмесячный кроха появился в добром сердце всего пару дней назад и пока не привык к окружающей обстановке. Малютка оказался брошенным в одном из подъездов Великого Устюга. Позавчера женщина принесла с Копылова котенка маленького, девочка едет около двух месяцев. По ее словам, что этого котенка подкинули в подъезд. Она походила, поспрашивала. Никто не признался из 10 квартир, что это их котенок. Ну, она ее за пазуху к нам и принесла сюда. Кошечка. Ну, с горшком, конечно, с луком не дружит. Может быть, причина из этого, может быть, даже из своего принесла. Мы тоже все это не можем подробности знать с ее слов, что подкинули. А может быть, и своя. Ну, вот не справилась с лотком. Кроха очень боится незнакомой обстановки и постоянно жалобно мяукает. Но при этом не боится человеческих рук и в присутствии человека ведет себя более уверенно. И даже начинает играться. Кличку котенку волонтеры пока не придумали и надеются, что это сделает хозяин. При условии, что первое время придется мириться с лужицами, которые котенок будет оставлять. Прямо под беспокойным малышом расположилась его полная противоположность. Кот с величественной кличкой Шархан. Он тоже прибыл в доброе сердце на днях. Волонтерам удалось найти для него свободную клетку. Вон такой коте, настоящий коте. У него тоже такая история трагическая. В свое время умерла хозяйка. У этой хозяйки он жил где-то года два. Родственникам после этой старушки, женщины, коту этот стал не нужен. И они его выпустили на вольные хлеба. А рядышком располагается на Ленинской санатории детский. И сотрудники этого санатория летом-то его подкармливали. У нас тупили холода. Взять, говорит, мы в помещение не можем. Вот они нам тоже позвонили. Я, ну что сделаешь, куда? Вот я понимаю ситуацию, что и домой взять нельзя. У нас, потому что у самих, у всех волонтеров, избыток уже постояльцев наших на передержке. Собрали клеточку и Шархана нам такого доставили. Шархан спокойно наблюдает за происходящим и своей невозмутимостью вполне оправдывает свою кличку. Сейчас он проходит медицинские процедуры и вскоре будет полностью здоров и безопасен. Кот не царапается и не ведет себя агрессивно. К лотку приучен. Три новых подопечных, как и десятки других питомцев, ждут своих хозяев. Супермаркетом ярмарка торжество устроить просто. Овощи и фрукты, колбасы, молочные продукты, товары собственного производства, салаты, горячие блюда, ароматная выпечка. Достойное качество по доступной цене. Приходите и убедитесь. Город Великий Устик, улица Глединская, 61.